Приветствую всех на своем математическом канале. Меня зовут Андрей Павлов. Часто ученики спрашивают меня, что делать, если забылся формула, как решить задачу. Сегодня мы с вами обсудим эту ситуацию на примере арифметической прогрессии. Что такое арифметическая прогрессия? Это набор чисел, каждое последующее из которых отличается от предыдущего на одну и ту же величину. Символически это записывается следующим образом. Член впоследствии с номером n отличается от члена впоследствии с номером n-1, то есть от предыдущего, на какую-то величину d, где d может быть как положительным числом, так и отрицательным. Что это символизирует? Представьте себе, что вы ходите по лестнице. Если d положительное, то вы увеличиваете все числа, то есть поднимаетесь вверх. А если d отрицательное, то вы, получается, спускаетесь вниз. В таком виде этой формы больше крайне неудобно, потому что мы с вами не знаем, чему же равен предыдущий член впоследствии. А в каком удобно? А удобно вот в таком. a n равняется a1 плюс n-1 умножить на d. Давайте обсудим, откуда она берется. Итак, мы с вами стоим на первой ступеньке. Сколько нам шагов нужно сделать, чтобы оказаться на ступеньке с номером n? Ответ n-1 шаг. Ну, представьте себе, что мы хотим с первой ступеньки на пятую подняться. Нам нужно пройти вторую, третью, четвертую и подняться на пятую. То есть сделать четыре шага. На один меньше, чем номер ступеньки. Вот это и есть основная формула для арифметической прогрессии. А теперь задача. Представим себе, что мы знаем первые члены последствий. Он равен, скажем, минус 2. И разность прогрессии. Она равна, например, 4. А нам нужно найти пятый член этой последствии. Что делать? Если мы с вами знаем формулу, то мы подставляем в эту формулу вместо n число 5. Получаем, что a5 равно a1 плюс 5 минус 1 умножить на d. a1 у нас с вами равно минус 2. Дальше 5 минус 1 это 4. И d у нас тоже равно 4. 4 x 4 16. Да еще минус 2. Получаем 14. А что делать, если мы с вами формулу забыли или еще хуже? Не знаем. Тогда считаем просто по определению. Мы знаем, что каждый последствий отличается от предыдущего на одну и ту же величину. Значит, a2 это будет a1 плюс d. Получается минус 2 плюс 4, а это 2. В свою очередь, a3 это будет a2 плюс d. 2 плюс 4 это 6. a4 это a3 плюс d. То есть 6 плюс 4 это 10. 10 и a5, тот же опасность, который мы ищем, будет равен a4 плюс d. То есть 10 плюс 4 это 14. Разумеется, ответ мы получили тот же самый. И здесь самое главное. Математика это не только формула, это в первую очередь здравый смысл. Знаете формулу? Сразу же подставили эту формулу и почитали. Не знаете? Применили здравый смысл и нашли тот же самый правильный ответ. Просто чуточку дольше. Давайте посмотрим на еще одну задачу. Даны два членов последствия. С четвертым номером и он равен 7 и с 19 номером и он равен 67. Спрашивается, чему равна разность прогрессии? Если мы с вами знаем формулу, то мы сразу их применяем. a4 это есть a1 плюс 3d. То есть нам нужно 3 шага пройти, чтобы попасть на четвертую ступеньку. Соответственно, a19 равно a1 плюс 18d. И поскольку мы знаем, что a4 равно 7, а a19 равно 67, то мы с вами получили систему из двух уравнений, с двумя неизвестными. a1 и d. Решим ее и, соответственно, найдем значение a1 и d. То есть даже чуть больше, чем от нас требовалось. Но давайте снова применим здравой смысл. Представим себе, что мы не на первой ступеньке стоим, а идем на четвертую. А сразу уже на четвертой. И нам нужно с четвертой ступеньки попасть на девятнадцатую. Вопрос, сколько же шагов нам нужно сделать? Ответ простой. 19 минус 4 – это 15. Итак, 15 шагов. Какое же расстояние мы успеваем пройти? Мы были на ступеньке, и ее высота была 7. И идем на ступеньку, высота которой равна 67. Значит, перепад высот. 67 минус 7 – это 60. Мы за 15 шагов прошли, ну, условно, 60 метров. Делим 60 на 15, получаем 4. И это и есть как раз величина d, которую мы с вами искали. Как видите, здравый смысл очень даже полезен. И следующую задачу мы тоже с вами решим двумя способами. Знаю формулу и как будто бы не знаю. Итак, нам известна сумма первого и седьмого члена впоследствии. И эта сумма равна 38. А требуется найти четвертую член впоследствии. Давайте сначала напишем по определению, что такое а четвертая. А четвертая – это а первая плюс 3d. И чтобы найти его значение, нужно знать и а первая, и d. Хорошо, а что мы знаем? У нас с вами только одно условие, которое связывает а первая и а седьмая. Ну, давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Это а первая плюс а первая плюс 6d. И это равно все 38. Ну, давайте немножко упростим. Пройдем в подобное. У нас с вами а первая плюс а первая – это два а первых. И плюс 6d – это будет 38. И поскольку все слагаемые четны, можно на два сократить. Получаем а первая плюс 3d равняется 19. Но это как раз и есть а четвертая. Значит, мы с вами задачу решили и нашли а четвертую. Теперь давайте немножечко по-другому просто смеем. А откуда вообще берется название арифметическая прогрессия? Что мы с вами знаем? У нас есть понятие среднеарифметическое, да? Мы помним, что среднее арифметическое двух чисел – это а плюс b пополам. Где же оно здесь участвует? А давайте посмотрим внимательно на любые три соседние члена арифметической прогрессии. Скажем, возьмем член с номером n, предшествующий ему с номером n минус 1, и последующий с номером n плюс 1. А теперь давайте посмотрим, что такое а n минус 1. Это на самом деле в точности а n минус d. Поскольку а n на d больше, чем а n минус 1, значит а n на d меньше. Ну, в свою очередь, а n плюс 1 будет на d больше, чем а n. А теперь давайте найдем их сумму. a n минус 1 и а с индексом n плюс 1. Складываем, получаем а n минус d плюс а n плюс d. Минус d и плюс d пропадают, и остается два а n. И теперь, если мы разделим обе части данного равенства на два, то получим, что а с индексом n минус 1 плюс а с индексом n плюс 1 пополам. Это и есть а n. Вот оно, среднеархметическое. Получается, что каждый член последствий есть среднеархметическое соседних семь членов. Ну, и это же верно и для любого другого размаха. То есть а четвертое, это не только среднеархметическое а третьего и пятого. Это еще и среднеархметическое а второго и а шестого, а также среднеархметическое а первого и а седьмого. Но поскольку мы с вами знаем сумма 1, 7, 38, то половина от него это ровно 19. Вот и весь здравый смысл. Еще одну задачу разберем. Известен 5-й член последствий, он равен 10, и 10-й он равен 20, а надо, надеюсь, 30-й. Давайте искать. Опять же постараемся как можно меньше пользоваться формулемой. Мы с вами на 5-й ступеньке находимся, а потом перемещаемся на 10-й. Значит, мы проходим 5 шагов. Из этих 5 шагов мы с вами успеваем переместиться на условно 10 метров, поскольку 20-10 это 10. Значит, 5d равно 10. Отсюда d равен 10 делить на 5, то есть 2. То есть мы пробавляем по 2 на каждом шаге. А теперь, откуда мы отталкиваемся? Зачем нам знать высоту первой ступеньки? Мы уже можем сразу с 10-й стартовать. И чтобы попасть на 30-й, надо пройти 20 шагов. Длина одного шага равна 2-му, значит 20 шагов это 2 умножить на 20, то есть 40. d плюс еще 20, получаем, что 30-е равно 60. Еще одна полезная формула, которая верна для ахминтической прогрессии. Как посчитать сумму всех членов ахминтической прогрессии? s с индексом n, где n показывает количество членов в прогрессии. Ответ такой, это есть а1 плюс а1 разделить на 2 и умножить на n. Или, что то же самое, если мы напишем формулу для а1, получим а1 плюс еще раз а1 плюс n-1 умножить на d пополам и умножить на n. И теперь, если мы с вами пройдем по подобной слогаме, то получим 2а1 плюс n-1 умножить на d пополам умножить на n. Конечно, вот именно в таком виде формулу запоминать трудновато, и в момент волнения можно что-то напутать. Давайте снова попробуем обойтись без этой формулы. Тем не менее, задачу решить. Представим себе, что нам нужно посчитать сумму первых 5 членов прогрессии. Ну, скажем, а первую мы знаем, да и мы знаем. Тогда легко находим вторую, третью, четвертую, пятую членов последствия и находим их сумму. Хорошо, а с 5 не так уж и сложно. А если их 20, ну, тоже, в принципе, не намного больше работы, но, может быть, это 5 минут у вас. А если их 100 или 1000 или миллион, вот тут, конечно, уже без формулы не обойтись вроде бы. Но снова давайте поймем, откуда вообще формула-то взялась? Пусть у нас с вами есть эти а. Первое, а второе и так далее, а и н. Мы с вами хотим найти их сумму. Она равна какому-то числу s. А теперь давайте все те же самые члены последствий выпишем, но в обратном порядке. От перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется. Разумеется, во втором столбце сумма тоже будет равна тому же самому числу s с индексом. А теперь поступим чуть более хитро. Давайте складывать по строчкам. Складываем. Первое слагаемое из первой столбики и первое слагаемое из второго столбика, второе слагаемое из первого столбика и второе слагаемое из второго столбика и так далее. И до последней пары. Чему равна сумма чисел в первой строчке? Это просто в чистом виде А1 плюс АН Ну, здесь все просто и понятно Во второй строчке А2 плюс А с индексом n-1 Как это связано с предыдущим? Давайте смотреть, что такое А2 Это А1 плюс d А что такое А с индексом n-1? Это А1 плюс n-2 умножить на d Ровно на 1 меньше этот коэффициент, чем номер члена последствий Так, приводим подобное А1 плюс А1 это 2 А1 d плюс n-2 умножить на d Это n-1 умножить на d А что такое А1 плюс А1? Да, немножко я поторопился Здесь же написано Давайте я сотру В таком виде еще будет красивее А1 плюс n-1 умножить на d Это же в точности АН То есть получается А1 плюс АН Смотрите, получается, что в второй строчке Сумма двух чисел равна тому же, чем и сумма двух чисел в первой строчке Нетрудно догадаться, что так будет теперь в каждой строчке В том числе и в последней И получается, что у нас с вами сколько таких строк? Ровно n по числу слагаемых Значит здесь мы получаем n умножить на А1 плюс АН А откуда это взялось? А взялось это из двух столбцов Значит, s плюс s даст в точности вот эту величину А отсюда получается, что 2s с индексом n равняется Здесь я порядок множителей поменяю для удобства И поделим на 2 Получаем s с индексом n равно А1 плюс АН пополам и умножить на n В точности вот эту формулу с вами получили Ну а дальше, если есть необходимость, представить все через А1 и D Мы тоже с вами эту формулу легко получаем Вот так она выводится Попробуем вводить из минимум знаний и решить следующую задачу Нам известен первое член по связи с сионом равен двум Седьмое член по связи с равен двадцати А требуется найти сумму первых двадцати членов архитической прогрессии Если мы с вами формулу помним, то применяем ее С двадцатая равно А1 плюс А двадцатая пополам и умножить на 20 В этой формуле мы вместо им посолим число 20 А1 мы с вами знаем, теперь надо найти А20 Что такое А20? Это есть А1 плюс 19D А1 мы с вами знаем, а вот D не знаем Ну давайте рассуждать, как его найти Мы с вами знаем два члена по связи с первой и седьмой Какое между ними расстояние? От первой ступеньки до седьмой нам нужно сделать 6 шагов Значит 6D А разница между ними 20 минус 2 это 18 18 делим на 6, получаем 3 Значит D равно 3 Раз D равно 3, то А20 легко вычисляется А20 будет равно 2 плюс 19 умножить на 3 19 умножить на 3 это 57 до плюс 2 это 59 Подставляем и получаем 2 плюс 59 пополам и умножить на 20 Вот и вся задача Решим еще одну задачу Нам известны первые и седьмой чайны арифметистской прогрессии А требуется найти сумму первых 20 При этом какую из двух формул нам с вами использовать? Ну конечно первая выглядит проще Давайте ее использовать При этом постараемся обойтись минимумом вычислений Что такое С20? В эту формулу вместо N мы должны поставить с вами число 20 Поэтому получим А1 плюс А20 разделить на 2 и умножить на 20 А1 мы знаем, значит нужно найти А20 Что такое А20? Это А1 плюс 19D Нам нужно пройти 19 шагов, чтобы попасть на 20 ступеньку Если мы с вами находимся на 1 Теперь, чему же равно D, высота ступеньки? А мы с вами знаем А1 и А7 Между ними расстояние 18, то есть 20 минус 2 При этом мы делаем 6 шагов Значит величина одного шага 18 разделить на 6 равна 3 Получается 2 плюс 19 умножить на 3 19 умножить на 3 это 57 Да еще плюс 2 это будет 59 Таким образом сумма легко находится Это будет 2 плюс 59 пополам и умножить на 20 2 плюс 59 это 61 А здесь 2 и 20 можно сократить на 2 Получим 10 И ответ 610 Как видите вычислений не так уж и много Следующую задачу мы с вами знаем Величину разности архимической прогрессии Она равна 8 И сумму первых 5 членов прогрессии Она равна 115 Требуется найти самый первый член этой прогрессии Давайте искать Что такое S5? Это есть А1 плюс А5 Пополам и умножить на 5 Хорошо Поскольку S5 мы с вами знаем То остается два неизвестных А1 и А5 А мы ищем А1 Значит нужно каким-то образом избавиться от А5 Ну А5 Это есть А1 плюс 4D АD Чем равно мы с вами знаем То есть это есть А1 плюс 4х8 То есть 32 Подставляем все что мы знаем в уравнении Получаем 115 Равняется А1 Плюс А1 плюс 32 Разделить на 2 И умножить на 5 Ну здесь уже в уравнении только осталось одно А1 Так давайте обе части уравнения сократим на 5 Поскольку 115 и 5 делятся на 5 В левой части будет у нас 23 А в правой А1 плюс А1 плюс 32 Пополам Теперь домножим на 2 Чтобы не было тропей Слева будет 46 А справа 2 А1 И еще 32 Переносим 32 в левую часть 46 минус 32 это 14 И делим на 2 Это будет 7 Откуда 1 равно 7 Вот собственно и все Решим еще одну интересную задачу В которой арифметическая прогрессия В явном виде не задана условия Условие таково Найти сумму всех двухзначных чисел Давайте рассуждать Что у нас есть Значит мы должны найти сумму чисел 10, 11, 12, 13 и так далее До 99 10, 11, 12 и так далее И последний будет 99 Давайте внимательно присмотримся Каждое последующее ровно на единицу больше предыдущего Поскольку у нас именно натуральные числа Значит действительно арифметическая прогрессия есть Причем первый член этой последовательности равен 10 А д равно единице Более того мы даже и последний С вами считаем последовательности знаем То есть давайте пока напишем А с индексом n равно 99 А значит могли бы применить формулу С индексом n равняется А1 плюс А n пополам И умножить на n А первый и А n мы знаем Теперь весь вопрос только в том Сколько же у нас с вами слагаемых Сколько всего здесь чисел И ответ который дает большинство Явно поторопившись и не сильно подумал Это 89 Почему? 99 минус 10 это 89 Но давайте не будем с вами торопиться Итак мы с вами выписали все двузначные числа А какие числа мы с вами не выписали? Мы не выписали однозначные А давайте их припишем Что тогда получится? У нас с вами сначала числа от 1 до 9 Потом идет число 10, 11 и так далее И последнее 99 Сколько всего чисел мы выписали? Здесь все очень просто С 1 до 99 их ровно 99 А теперь зачерпнем те, которые не рассматриваем А именно однозначные Их 9 Значит на доске осталось 99 минус 9 Ровно 90 чисел А значит n равно 90 И мы с вами можем считать сумму всех двузначных чисел Так она будет равна 10 плюс 99 пополам И умножить на 90 10 плюс 99 это 109 90 и 2 сокращаем на 2 Остается 45 И остается только 109 умножить на 45 Давайте это я посчитаю в столбик Так Здесь будет 45 И здесь 5 49, 36 И еще 4 Складываем 5, 10, 1 запомнил 9 и 4 То есть сумма всех этих чисел 4905 Вот и весь наш рассказ Об арифмической прогрессе Я надеюсь, что вы получили удовольствие И заметили, что Самое главное это здравый смысл И только потом уже применение формы В этом и заключается суть математики Думайте, думайте, еще раз думайте Я надеюсь, вам все понравилось Ставьте лайк Оформляйте подписку И если остались вопросы Пишите их в комментариях Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!